Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Виальное противостояние анапские хоккеисты разгромили фаворитов турнира. Молодое поколение жителей Анапы пообещало хранить ратные традиции предков, а ветераны пожелали, чтобы с войной они сталкивались на уроках, но не в реальной жизни. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества, состоялось накануне перед монументом «Город воинской славы». В церемонии приняли участие депутаты горсовета, представители городской администрации, ветераны, военные. К стеле возложили цветы, в завершении прогремел салют. День 23 февраля. Он носил разные наименования. Мое поколение его знает как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сегодня это День защитника Отечества. И мы гордимся тем, что наша молодежь чтит историю и так широко отмечает. Я вот наблюдаю с года в год. Все больше и больше молодых патриотов приходит на такие мероприятия. Мне хочется пожелать молодежи, чтобы над вашими головами никогда не было ужасов войны. Чтобы вы участвовали в баталиях только в играх, на картах, в учениях. Ну и здоровья, любви и счастья. С Днем защитника Отечества. Анапа – священная земля. Анапа – священная земля. Мы, молодое поколение, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа. Поздравил с Днем защитника Отечества Анапчан глава нашего города. Сергей Сергеев отметил, что современная российская армия вызывает у него чувство гордости. Я уверен, что в любых условиях, при любой задаче, которая перед ними будет стоять, они защитят мирное население. Отдельно я хочу обратиться к вам, уважаемые ветераны. Будьте уверены, что, что бы вам ни говорили, что бы ни происходило сегодня вокруг нас, в наших населенных пунктах, мы будем жить сегодня, завтра и в будущем в мирной и процветающей стране. В июле 2015 года Анапским городским судом был вынесен полный запрет на капитальное строительство на участке, прилегающем к детской и юношеской спортивной школе «Виктория». Однако требование засыпать котлован и демонтировать фундамент владелец проигнорировал. В октябре прошлого года в результате незаконных действий, противоречащих нормам безопасности, работа бассейна «Дню США Виктория» была временно приостановлена. Это и произошло по вине собственника, который вел строительную деятельность на смежном со школой земельном участке. При подготовке котлована с грубыми нарушениями был произведен отбор грунта. Это послужило причиной ослабления целостности строительных конструкций спортивного объекта. Городские власти ходатайствовали обязать собственника не только засыпать котлован непросадочным грунтом и благоустроить территорию, но и выполнить капремонт нарушенных инженерных коммуникаций и восстановить работоспособность конструкции чаши бассейна. Сегодня под надзором специалистов управления муниципального контроля и службы судебных приставов начались работы по демонтажу фундамента. Строители разбирают связанную арматуру. В течение дня планируется убрать все стройматериалы и мусор с территории. Прибывший на место собственник земельного участка заверил, что демонтаж забора и отсыпка фундамента будет произведена до конца этой недели. Участники фестиваля начинающих экологов и туристов «Свежий ветер», который проходит в эти дни во Всероссийском детском центре «Смена», побывали в Анапском дельфинарии. Некоторые увидели дельфинов своими глазами впервые. Юноши и девушки не выпускали из рук гаджеты, а дельфины не только кувыркались, но и пели песни на своем языке. В Анапском дельфинарии в поселке Большой Утриш побывали участники фестиваля «Свежий ветер», который проходит во Всероссийском детском центре «Смена». Я приехала с Ростовской области, и мы приехали сегодня в дельфинарии. Я так была первый раз, мне очень понравилось. И они просто, как говорили, наши близкие родственники. И это очень классно. Просто море эмоций. В гости к дельфинам начинающие экологи пришли и по случаю Всемирного дня китов, который пришелся как раз на время проведения фестиваля. Мы привезли для того, чтобы показать вживую этих замечательных существ, потому что мы можем, говорит, сотни, тысячи слов собирать огромные залы лекций, проводить конференции, что угодно делать, показывать фильмы. Но пока они не увидят вживую этих животных, они не прочувствуют то, ради чего стоит жить, ради чего стоит их защищать. Пришли в гости – это в прямом смысле, потому что дельфины здесь фактически дома. Они живут в природной лагуне с проточной морской водой. Учитывая то, что в естественных условиях подогревать воду возможности нет, то в холодные дни местным жителям полагается усиленное питание. В зиму это преимущественно жирные сорта рыбы. Это селедка, красная рыба такая, как горбуша, кита, кижуч, ставрида, некоторые виды масляной рыбы. Плюс балластная, как навага, китай, салака, моего. Как отметили участники фестиваля, то, как будут чувствовать себя дельфины, киты и другие морские млекопитающие, во многом зависит от людей того, насколько они будут следить за чистотой морей и океанов. В Краснодарском крае начали подготовку пляжей к летнему сезону. В прошлом году в крае открылось почти полтысячи новых. В этом планируется подготовить более 100 километров пляжной зоны. Значительно улучшить качество услуг планирует в Анапе. При подготовке к этому курортному сезону особое внимание и прокату. В целях повышения эффективности выявления правонарушений и привлечения к ответственности будет создана межведомственная комиссия, в состав которой включены сотрудники органов надзора и государственной власти. 14-й международный турнир по казачьему рукопашному бою «Спас» прошел в Анапе накануне празднования Дня защитника Отечества. В городе-курорте собрались спортсмены почти со всех регионов России, а также из Казахстана и Армении. Казачья культура богата не только своими обычаями в быту и ремеслах. В первую очередь казаки – великолепные бойцы, и их традиции в военном деле не имеют аналогов в мире. Утраченные в начале 20 века знания постепенно восстанавливают. К таким знаниям относится и искусство казачьего боя «Спас». На Кубане турнир по этому виду единоборств проводится в 14-й раз и уже имеет статус международного. В этом году очень много участников, и это радует, что именно казачий рукопашный бой «Спас» прогрессирует. Все больше и больше казаков начинают заниматься этим видом спорта. Сергей Ходорченко занимается «Спасом» с 13 лет. Ему выпала честь открывать турнир своим поединком. Говорить сначала даже не думал, что получится победить. Страх был. Вышел на ковер, как бы чуть-чуть почувствовал себя нормально. Соревнования собрали больше 200 спортсменов и 14 команд. По итогам турнира большее количество золотых медалей завоевали хозяева казаки Анапского районного казачьего общества. Второе место в командном зачете досталось представителям города Крымска, а третье – спортсменам из горячего ключа. В Краснодарском крае в 2015 году лечение и оздоровление в санаторно-курортных организациях прошло свыше полутора миллионов человек. Это на треть больше, чем годом ранее. Кроме того, в текущем году по курсовкам получили амбулаторное лечение с бальнеологическими процедурами более 200 тысяч человек, сообщает Переслужба регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. В настоящее время услуги по больной терапии и грязелечению в Краснодарском крае оказывают почти 200 санаторно-курортных организаций. Одни из самых крупных находятся в нашем городе. В Станице Северской завершился хоккейный турнир, посвященный 23 февраля. В День защитника Отечества на лед вышли бороться за первое место хоккейные клубы «Анапа» и «Северские волки». Они в очном противостоянии выясняли, кто же все-таки займет первое место по итогам турнира. Накал на льду чувствовался с первого и до последнего периода. Ставки были высоки, на кону стояло золото турнира. Интерес к этой игре подогревался и тем, что команда из Северской до этого считалась непобедимым фаворитом. А результат оказался не в пользу хозяев. 7-2. «Анапа» – чемпион. Усилились они, взяли людей себе, молодых. Тяжело, вратарь у них хороший очень. У нас немножко помастеровить команду. У нас есть ребята, которые чемпионы Куба Гагарина там завоевывали. Второй по значимости матч завершился с более крупным счетом. Хоккейный клуб «Вектор» из Краснодара обыграл крымский «Изумруд» в споре за бронзовые медали. Все матчи проходили под знаменитой шайбу, а на трибунах присутствовали иностранные болельщики. Не больше Радославлевич, бизнесмена Сербии, любит и следит за хоккеем. А на этом турнире у него родилась идея. Соревнование в Станице Северское, хоккейное соревнование, мне очень понравилось. Мне, как предпринимателю, который работает в Южном федеральном округе, предстоит задача привезти своих хоккеистов из Сербии сюда. Мне очень хочется посмотреть, как наши хоккеисты будут соревноваться с хоккеистами России. После Сочинской олимпиады хоккей на Кубани получил второе дыхание. Его популярность теперь будет расти с каждым годом, уверен первый заместитель министра спорта края. Мы планируем сосредоточить свои усилия на том, чтобы развивать то, что построили. Эти ледовые дворцы должны не просто быть площадками для катания, так сказать, для проката, а стать той спортивной площадкой, где дети смогут совершенствоваться. В девяти муниципальных образованиях, где есть ледовые дворцы, функционируют детские команды, проводится чемпионат перенства Краснодарского края. Поэтому этот вид спорта набирает обороты. После завершения всех матчей были подведены итоги соревнования. И, как водится, выбраны лучшие в номинациях. Ими стали вратарь хоккейного клуба «Вектор» Леонид Рюхтин, нападающий «Анапы» Сергей Калинчук и защитник Василий Папандопула, капитан команды «Северские волки». Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...